Новости на восьмом. А значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. Приморский праздник. День ВМФ Владивосток отметил показательными маневрами Тихоокеанского флота и морским парадом. Это гордость перед Родиной. Это праздник моряков, военных моряков в первую очередь. Идем на север. Заключительный этап морской экспедиции «Трансарктика-2019» стартовал в эти дни из Владивостока. Последняя дистанция, она самая важная. Как пойдете вы эту дистанцию, такой зачет получится весь проект этой экспедиции. Радио желаний. Ведущие ВИБИСИ провели незабываемый праздник для владивостокских семей. Сегодня мы организовали масштабное мероприятие для детей. Также в выпуске. Высокопоставленный гость. В рамках ВЭФ Владимир Путин, возможно, посетит музей-заповедник «Владивостокская крепость». Еще расскажем. Активный пляжный. Фестиваль пляжных видов спорта «Песок ВЛ» прошел во Владивостоке. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Минувшие выходные в Приморье стали последним днем жизни сразу для нескольких отдыхающих. Трое взрослых мужчин натонули в бухте Лазурной. Один за другим за полтора часа. Один из них не смог выбраться из воды на первом пляже. Двое других, отдыхающие из Еврейской автономной области, не справились с водной стихией на втором. Все трое утонули в субботу в промежутке с 17 до 18.30. Во Владивостоке в этот день наконец-то установилась хорошая солнечная погода. Но именно в это время, говорят очевидцы, поднялись сильные волны. Отметим, что на территории бухты Лазурная есть станция скорой помощи. Так что на вызовы медики реагируют оперативно. А вот спасателей на берегу не хватает, отмечают приморские СМИ. Очевидцы утверждают, что в момент трагедии рядом не оказалось ни одного спасателя. А ведь в этом году впервые за три года Шамору включили в список мест, где можно купаться. Правда, в этот список попала только территория пляжа Лоц. На этом список жертв водной стихии не заканчивается. 26 июля на озере Ханка в Спасском районе Приморья потеряло управление лодкой, в которой находились три человека. Двух человек спасли сотрудники МЧС и передали специалистам скорой помощи. Поиски третьего продолжаются. А 28 июля отдыхающие на берегу бухты Руднева вытащили из воды женщину. Откачать ее не удалось. Причины происшествия не совсем понятны. Женщина утонула на мелководье при полном отсутствии волн. Отдыхающие были уверены, что она собирает ракушки. Во Владивостоке задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи пожертвований из храма. О бинциденте в дежурную часть сообщил местный житель. Прибывшие на место сотрудники полиции опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Было установлено, что в ночное время злоумышленник путем подбора ключей проник в помещение православного храма на улице Махалина и, похитив деньги из ящика для пожертвований, скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам полицейские задержали 37-летнего мужчину без определенного места жительства. Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». По факту кражи проводится проверка. Устанавливаются очевидцы и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. В ходе прокурорской проверки выявлен ряд нарушений при работе стивидорных компаний в городе Находка, где жители по-прежнему жалуются на угольную пыль. Основные выявленные нарушения – пылезащитные сетки ниже контура, недостаточное количество водяных пушек, ненадлежащая очистка воды, образованная в результате работы обеспыливающего оборудования. Всем таким компаниям будут выписаны предписания, в том числе и о приостановке деятельности. Отмечается, что заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев прибыл в Находку с целью проверить ход подготовки стивидорных компаний к переходу в 2020 году на закрытую перевалку угля. Все эти компании должны представить проекты и дорожные карты по переходу на закрытую перевалку. Напомним, проблема загрязнения угольной пылью осложнилась в 2017 году, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны ЭТР. Проблема до сих пор остается нерешенной. Владимир Путин в рамках Восточноэкономического форума, возможно, посетит музей-заповедник Владивостокская крепость, адресовал такое приглашение главе государства министр культуры Владимир Мединский. Он также сообщил о планах расширения музея, чтобы это был не просто музей-владивостокская крепость, а музей освоения Дальнего Востока и истории Дальнего Востока. Исторический памятник, возведенный на территории города в начале 20 века, состоит из 124 объектов, включающих в себя более 500 сооружений. Земельные участки с объектами крепости, расположенные на островах Русский, Елена, Шкота и Попова, занимают около 120 гектаров, а на полуострове Муравьево-Амурского около 270 гектаров. В ближайшее время президенту направят соответствующие предложения. Напомним, в начале ноября президент России Владимир Путин одобрил идею создания на базе Владивостокской крепости Федерального музея-заповедника по севастопольскому образцу. День ВМФ России Владивосток отметил показательными маневрами Тихоокеанского флота и морским парадом, где впервые приняли участие корабли ВМС Филиппин и Вьетнама. Гостям праздника показали исторические постановки на тему 320-й годовщины учреждения Андреевского военно-морского флага и бой с террористами. Съемочная группа Восьмого канала побывала на празднике. Тему продолжит Евгений Черемухин. 40 боевых кораблей, катера, подводные лодки, суда, обеспечение. Обход делает командующий Тихоокеанского флота Сергей Авакянц и губернатор Приморья Олег Кожемяка. День военно-морского флота в Приморье и Владивостоке празднуют не только военные моряки. Это один из любимых праздников всех жителей региона. Высшие государственные чины поздравили приморцев с палубы ракетного крейсера «Варяг». От всей души поздравляю вас с днем военно-морского флота. Для жителей Приморья этот праздник имеет особое значение. Жизнь многих из нас связана с морей, с профессией военного моряка. На флоте служили наши отцы, деды, сыновья, наши близкие и знакомые. Командующий флотом пожелал военным морякам 7 футов под килем и крепкого здоровья. Прозвучали слова благодарности ветеранам Тихоокеанского флота. В этот день и на море, и на суше гордо звучали такие важные слова, как патриотизм, мужество, верность. Тем временем в районе набережной спортивной гавани тысячи гражданских заполнили улицы, чтобы увидеть парад в честь праздника. День военно-морского флота во Владивостоке, как всегда, собрал огромное количество людей. Да, у многих есть атрибутика и парадичное настроение. Однако все немножечко омрачил туман. К нам уже человек 20 подошло, наверное, и спросило, что здесь происходит. Потому что прямо за туманом в море, вот уже слышны, кстати, выстрелы, находится огромное количество кораблей военно-морского флота. Но, к сожалению, пока мы их увидеть не можем. И не факт, что сможем еще в ближайшие пару часов. Зрелищное военно-морское шоу, к сожалению, довелось увидеть не всем. Пока в тумане грохотали выстрелы, съемочная группа 8-го побеседовала с теми, кто пришел отметить День ВМФ. Это гордость перед Родиной. Это праздник моряков, военных моряков в первую очередь. Судя по количеству людей, погода ничего не испортила. И если люди хотят праздника, они приходят. Нет, погода вообще это не препятствие, потому что как бы у всех настроение праздничное. Как бы все видно. Только единственное, наверное, будет не видно то, что корабли, которые стоят на дне парада, как бы они старались, как бы труд моряков. И его как бы плохо видно с берега. На сцене, стилизованной под палубы кораблей российского флота, артисты и музыканты ТОВ представили исторические эпизоды на тему кораблестроения при Петре I и учреждения им Андреевского военно-морского флага. А ведущие рассказывали зрителям об истории этого символа флота. На сцену вышел и сам Петр I, прибывший с акватории к берегу на Яле. Также зрителям показали эпизод боя крейсера «Рюрик» с японцами. Этот корабль героически погиб во время русско-японской войны. Сегодня весь Азиатско-Тихоокеанский регион и особенно Японское море становятся местом выяснения международных отношений не совсем дипломатическими методами. И потому не теряют актуальности знаменитая фраза императора Александра III. «У России есть только два союзника – ее армия и флот». Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой… Идем на север. Заключительный этап морской экспедиции «Трансарктика-2019» стартовал в эти дни из Владивостока. Радио «Желание» – ведущие Ви-Ви-Си провели незабываемый праздник для владивостокских семей. Активный пляжный – фестиваль пляжных видов спорта «Песок-ВЛ» прошел во Владивостоке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Идем на север. Заключительный этап морской экспедиции «Трансарктика-2019» стартовал в эти дни из Владивостока. Радио «Желание» – ведущие Ви-Ви-Си провели незабываемый праздник для владивостокских семей. Активный пляжный – фестиваль пляжных видов спорта «Песок-ВЛ» прошел во Владивостоке. Четвертый, заключительный этап морской экспедиции «Трансарктика-2019» стартовал в эти дни из Владивостока. Судно «Профессор Мультановский» с моряками-полярниками на борту отправилось изучать северный морской путь, чтобы обеспечить безопасность мореплавания по трассе, которая начинается в Мурманске, а заканчивается во Владивостоке. Подробности в нашем следующем материале. Изучение метеопроцессов в высоких широтах, особенностей развития природной среды Арктики и ее вероятных изменений. Наблюдение за всей системой океан-лед-атмосфера – вот далеко не полный перечень задач, которые стоят перед проектом «Трансарктика-2019». Он призван возобновить комплексные научные исследования в акватории Арктического бассейна, чтобы максимально обеспечить безопасность мореплавания по Северному морскому пути от Мурманска до Владивостока. Задача правительства стоит к 2024 году – обеспечить полностью гидрометобеспечение по трассам Северному морскому пути. Северный морской путь у нас теперь рассматривается как не БНГ-полев Мурманск, а Мурманск – Владивосток. Поэтому всю эту зону мы покрываем. Экспедиция нужна. Надо восстанавливать изучение восточного сектора Арктики. Но от вашей работы зависит безопасность плавания по трассе. Сам проект продолжает исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций «Северный полюс» в высокоширотной Арктике. Первый этап морской экспедиции «Трансарктика-2019» стартовал 20 марта в Мурманске. Пионером экспедиции стало научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников». Четвёртый, заключительный этап морской экспедиции «Трансарктика-2019» стартовал из Владивостока на судне профессор Мультановский. На эту работу правительство резервного фонда выделило беспрецедентную сумму 870 миллионов рублей. Это дало дополнительное второе дыхание нашему научно-исследовательскому флоту, который базируется здесь, в городе Владивостоке. И сегодня мы провожаем вас в четвёртый этап. А как вы знаете, начиная от спорта и в любом деле, последняя дистанция, она самая важная. Как пройдёте вы эту дистанцию, такой зачёт получится весь проект этой экспедиции. Экспедиция на судне профессор Мультановский продлится 90 суток. За это время учёные проведут работу по восстановлению государственного комплексного мониторинга состояния и загрязнению природной среды арктических морей России. В ходе опроса общественного мнения, посвящённому дополнительному образованию юных жителей края, специалисты выяснили, что родители Приморья видят будущее своих детей в сфере IT-технологий. Данного рода направление в наше время играет важнейшую роль. В соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика» сейчас идёт активное развитие IT-технологий во всех, без исключения отраслях, жизнедеятельности человека. Специалисты, которые обладают умениями и знают, как работать с современными технологиями, очень ценятся на рынке. Их значимость и востребованность будет с каждым днём всё возрастать. А ранняя профориентация – это одна из основных целей регионального проекта «Успех каждого ребёнка» – национального проекта образования. Реализовывать её планируется за счёт создания сети кванториумов. Первый такой технопарк передвижной уже функционирует. А осенью этого года планируется открыть стационарный технопарк на базе Дворца детского творчества Владивостока, в котором будут обучаться 800 школьников. Ещё около трёх тысяч детей, как ожидается, будут вовлечены в различные мероприятия, организуемые технопарком. Планируется, что в ближайшие три года кванториумы появятся в Арсеньеве, Уссурийске и Артёме. А к 2024 году в крае будут работать шесть подобных учреждений. Это позволит охватить занятиями более 8 тысяч ребят. Ведущие радио ВИБИСИ вместе с представителями компаний, занимающихся современным и полезным детским отдыхом, провели незабываемый праздник для владивостокских семей. Дети и их родители, побывавшие в торгово-выставочном комплексе «Калинамол», смогли стать участниками Дня желаний. Евгений Черёмухин расскажет подробнее. Собрать робота своими руками, выиграть приз за знание мультфильмов, бросаться друг в друга конфетти и праздничной лентой, забыв обо всём. Весь выходной день аниматоры и лекторы развлекали мальчишек и девчонок в рамках Дня желаний – праздничной программой для всей семьи от Радио ВИБИСИ. Праздник прошёл в Панда-центре, одной из площадок ТЦ «Калинамол». Сегодня мы организовали масштабное мероприятие для детей. Так как мы всё-таки работаем непосредственно с детьми, мы подумали, что было бы неплохо сделать некий день желаний, в рамках которого мы сделаем мечту каждого ребёнка чуточку ближе. А заняться ребятам на детском празднике в Панда-центре было чем. Целый ряд робототехнических мастер-классов, где собирали движущиеся механизмы и печатали предметы на 3D-принтере. Индийский футбол – аквагрим. Но никакой праздник, особенно детский, не обходится без харизматичного и знающего своё дело ведущего. На дне желаний им стал ведущий эфира Радио ВИБИСИ Александр Топоров. Панда-парк, как площадка и принимающая сторона, проявил себя на отлично. Места для развлечений детям, равно как и для отдыха взрослым, хватало всем. Однако такое позитивное и большое мероприятие не обошлось бы без официальных партнёров. Каждый из них внёс бесценный вклад в исполнение детских желаний. Мы пригласили партнёров таких, как Радио ВИБИСИ. Сегодня участвует Панда-парк – это сеть верёвочных городков по всей России. Лига роботов – это сеть школ робототехники, у которой более 300 филиалов по всей России и ближнему зарубежью. И ЭДУКО – это центр современного развития, который находится во Владивостоке и имеет 5 филиалов по городу. Праздник длился с часу дня до пяти вечера. Десятки ребят в этот день провели время весело и с пользой. А возможно, для кого-то этот праздник стал новым шагом и к своему профессиональному будущему. Партнёры праздника и ведущие Радио ВИБИСИ сделали для этого всё возможное. Организатором выступил Центр современного развития «ЭДУКО». Генеральными партнёрами стали сеть верёвочных парков «Панда-парк» и секция робототехники «Лига роботов». Спонсорами выступили компания «Йогурт-шоп», творческое объединение «Зриана», школа устного счёта «Сарабан», компания «Арсеницкий квас», Центр раннего развития детей «Семь искусств», компания «Близбон», она же «Шоколадная лаборатория» и другие. Евгений Черёмухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Уже 1 августа стартует третий этап по выпуску косаток и белух из бухты Средняя. А пока все приморские косатки, выпущенные в Охотское море, сошлись у Шантар. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трёх косаток выпустили 16 июля. Во Всероссийском НИИ океанографии сообщили, что эта группа разделилась. Две старшие особи ушли далеко в море, а младшая осталась у берега, недалеко от района выпуска и кормилась у невода. Специалисты организовали наблюдение за ней. Согласно данным со спутниковых меток, установленным на животных, косатки, выпущенные 27 июня и 16 июля, сошлись в одном районе вблизи Шантарских островов и сейчас находятся на расстоянии менее 30 километров друг от друга, говорится сообщение. По данным ВНИРа, это расстояние позволяет животным установить акустический контакт друг с другом. Ученые обещают и дальше наблюдать за косатками. Фестиваль пляжных видов спорта «Песок ВЛ» прошёл во Владивостоке. Пляж бухты Лазурное на три дня объединил около тысячи любителей активного отдыха. Участники попробовали свои силы в 15 видах спорта – от футбола и тенниса до регби и волейбола. Подробности расскажет Максим Яковлев. В этом году на фестивале «Песок ВЛ» мало кто вспоминал про лето и пляжный отдых. Погода не слишком располагала, зато хорошо освежала спортивные секции, которые создают весь образ мероприятия. Дальневосточный фестиваль пляжных видов спорта проходил в течение трёх дней. За это время через Шамаровский песок прошли несколько сотен участников. «Приготовились задние ряды и поднимаем волну!» Всего спортивные выходные объединили 15 видов спорта. Это как пляжные разновидности футбола, гандбола и волейбола, так и не менее зрелищные армрестлинг, воркаут, регби и другие. Большим количеством участников отличился, например, этакий марш-бросок на несколько километров. На утреннюю пробежку рядом с прибоем вышли как опытные спортсмены, так и дети, новички, ветераны и даже целые семьи. «Площадка для манёвров, впрочем, разойтись немного пошире, сближаться в ограбительном». «Бёжка меня позвала, говорит, пойдём бегать надо, приехал гость к ней. Она мне заставила поближаться. «Асумер приедет». «Вообще замечательно, замечательно. Асумер приедет, вообще здорово». «По крайней мере, всё нравится. Всё на выше». Такой же настрой участники поймали и на других секциях. Заявить себя или свою команду можно было практически в любой дисциплине. Достаточно было заранее зарегистрироваться. «Песок Вэйл» проходит во Владивостоке уже последние четыре года. За это время он успел превратиться из локального мероприятия в главный летний спортивный фестиваль региона. Помимо соревнований за эти три дня активные горожане также позанимались йогой, посмотрели показательные шоу-выступления и просто полезно провели время. Ну а лучших участников состязаний по итогу даже наградили медалями и почётными дипломами. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Делу дан ход. Ряд нарушений выявлен в работе стивидорных компаний в городе Находка после прокурорской проверки. Высокопоставленный гость в ходе ВЭФ. Владимир Путин, возможно, посетит музей-заповедник «Владивостокская крепость». Приморский праздник. День ВМФ России. Владивосток отметил показательными манёврами Тихоокеанского флота и морским парадом. Идём на север. Заключительный этап морской экспедиции «Трансарктика-2019» стартовал в эти дни из Владивостока. Радио «Желание». Ведущие ВИБИСи провели незабываемый праздник для владивостокских семей. Активный пляжный. Фестиваль пляжных видов спорта «Песок ВЭЛ» прошёл во Владивостоке. На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8-й канал. Главное – Владивосток. Морские парады в честь Дня ФМФ традиционно стартовали на востоке страны. А всего они прошли в семи городах России. В них было задействовано более 200 кораблей и судов, 15 тысяч военнослужащих и 120 единиц боевой техники. Главный парад страны прошёл в Санкт-Петербурге. В нём принимали участие фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий» и подводная лодка нового поколения «Кронштадт». Причём северная столица, в отличие от дальневосточной, не была закрыта плотным туманом. На эффектные кадры военно-морского праздника на Неве смотрим вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Я же желаю вам отличного начала рабочей недели. Успехов и берегите себя. С вами был Александр Масликов. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok